Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить ситуацию, что происходит в Украине. Зачитаю сводку военных действий, что сообщает российская пресса. Покажу карту боевых действий. Уже на карте есть изменения. Расскажу все подробнее. Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области, сообщает российское издание. Так, сейчас я покажу на карте, где это. Так, Двуречное, вот. Здесь, красная точка, вот Двуречное. Так, и вот что здесь пишут. На Купинском направлении в результате наступательных действий подразделения западной группировки войск полностью освобожден на селёный пункт Двуречное в Харьковской области, говорится в сводке. Кроме того, при поддержке авиации и альтиллерии удалось нанести поражение живой силе техники ВСУ. Так, и вот что пишут потери, какие составили у ВСУ. Более 70 военнослужащих, две боевых машины пехоты, два автомобиля, гаубица Д-30, альтерийская система М777. Так, ну вот это российское издание. Одно сообщение, а теперь что? Уже украинское издание пишет. ВСУ отбились возле Бахмута, Углидара, Маринки, Кременной, Купянска и Сватова. Карта есть, сейчас покажу здесь. Так, военные заявляют, что противник ведёт наступательные действия в районе Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, опытного, Маринки, Углидара. За сутки ВСУ отбили атаки россиян в районах Гряновки, Масютовки, Харьковской области. Так, также Купанта нанесли 52 авиационных удара и 6 ракетных ударов. Крымская авиация несла 18 ударов по районам всредоточения личного состава и техники. Вот, карта тут, это в район Сватова, как выглядит. Сейчас я вам покажу. Вот Сватова, и вот тут идёт фронт. А если здесь посмотреть Сватова, сейчас покажу. Вот Сватова, вот эта трасса идёт, где-то вот так вот сейчас тут. Ну, здесь на этой карте не очень подробно, но понятно, что Сватова под контролем армии РФ, и вот здесь по всей линии идут бои. Сейчас я вам покажу карту, где проходят основные события. Это вот Бахмут и вся эта линия соприкосновения. И сейчас как выглядит Бахмутское направление. Вот, есть продвижение армии РФ. Они уже берут в кольцо. Вот тут Благодатная есть, Красная гора. Вот сам Бахмут. Видите, как с этого направления, можно сказать, с востока на юг сюда удар. И вот здесь Клещеевка Красная тоже идёт как бы в обход Бахмута. Уже вот в этом направлении Красная здесь есть. Как бы в клещи уже взяли, если так по карте, как это всё выглядит. Итак, что здесь пишут? Россия давит на Бахмут. Северой понесла особо тяжёлые потери под Углидаром. Так. Российские оккумбанты могли добиться тактических успехов в районе Бахмута, понесли тяжёлые потери под Углидаром. Теперь пишут, что россияне добились тактических успехов. На северной окраине Бахмута террористы группы Вагнера подвинулись на 2-3 километра на запад, контролируя местность возле трассы М-03. И теперь там армия РФ давит на северные окраины Бахмута. Теперь британцы пишут, что противник обошёл западную окраину Углидара, где в конце января были возоблены наступательные операции. Несмотря на это, захватчики, скорее всего, понесли особо тяжёлые потери в этом районе, так как задействовали неопытных бойцов. Российские войска бежали, бросили не менее 30 практически неповреждённых бронетранспонтёров в одном инциденте после неудачного штурма. Резумировали сводки. Сейчас я вам покажу последние данные. Вот про Углидар здесь пишут, что, мол, вот последняя информация. Уничтожили несколько сотен оккупантов. Белорусский ИБС рассказал о разгроме россиян по Углидарам. Так, Александр Молчанов принимал участие в этой битве. И вот он говорит, что оккупанты бросили в бой против ВСУ Боропехов из 155-й бригады Тихианского флота. При этом российское командование не пожалело для осуществления цели бросить в бой десятки танков, БМП, БТРы, а бойцу ВСУ уничтожили в технику врага целыми колоннами. Я дам ссылку, сами посмотрите, там есть ролики. И вот с БМП спешилась пехота пытались прибиться, пробиться позициям. Антиллерии и противотанковые средства уничтожили всю техника противника. И стрелковое оружие автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов уничтожили несколько сотен пехотинцев. А остатки сил противника начали отходить. А он получил ранение. Вот здесь я вам дам ссылку, посмотрите видео. Я получил ранение от разрыва танкового снаряда, когда выставлял противотанковый комплекс. Забавил боец ВСУ. И вот здесь видео. То есть видео, как описывается все это уже в российских СМИ. Под Углидаром творится пиздец. Творится раз за разом. Зачастую в командовании теми же подразделениями. Печально известная 155-я бригада морской пехоты Тихианского флота бьется за Углидар вместе с морпехами, 40-й бригадой спецназа, 14-й отдельной бригады. Кадры говорят сами за себя. Как минимум 30 дни потерянной техники. Бегающие горящие танкисты. Там есть танкист горящий бежит. Загорелся, его никто не тушит. И воплощенные в жизнь кадры из фильма «Чистилище» о войне в Чечне. Давящие своих бойцов в БМП. В общем, там беспредел, полный хаос. Зэд-каналов, один голос, свинят, стучившиеся команды российской армии требуют казни. Тоже сами российские СМИ пишут, что бездарное командование бросило на убой всех этих морпехов. Там они разгромлены. И вот пишут, да. 30 машин уничтожено. Больше 120 солдат тоже уничтожено. Где армия? Почему бездарное командование уничтожает, жизни теряет солдат? Еще самое невинное видео. В панике наша техника давит своих. Позор ужасный. В общем, своих начали БМП, БТРы давить. Говорю, это вообще полный пипец. Так, и вот здесь видео, как русский танк взорвался после атаки дрона возле Угдара. Тоже дам ссылку, посмотри. Техника врага дымится и пылает. В общем, вот, потери армии РФ сегодня меньше, чем вчера. Но тоже большие цифры. 730 погибло. В общем, 135-740. Говорю, к 150 тысячам медленно, не медленно, а ускоренными темпами движется. Еще было как бы раньше, недавно там 100-110 тысяч, уже 135. Танков плюс 3, 3258. БТР, БМП плюс 3, 6371. Антиллерии много, так. Беспилотников плюс 3. В общем, вот, потери, сами все видите. Инфра, как сказать, все нарисовано. Ну, а судя по карте, армия РФ все. Бросила все, что можно. Танки, БТР, БМП, уже авиацию. Все. Сколько тут осталось? 20 дней до конца, может, до марта тут осталось. И все. Все силы со всех сторон. В Угледаре здесь вот огромные потери, очень огромные. Вот я вам ссылку, сами посмотрите. Танки, БТР, БМП, там все. Хаймерсами. Вчера ролик скинул, там уничтожили. Хаймерса сразу. Такие удары, что сразу рядом вся техника. Ну, все. В клочья там разрывает. Там специальная такая начинка в снаряде. Что все солдаты, кто находятся российские, там практически сразу трупы. И пробивает все это, обшивку этих БМП, БТРов тоже. В общем, крошит называется. И вот здесь вся эта линия, видите, сейчас началась. Ну, сейчас продвижение появилось армии РФ сюда, в направлении Харьковской области. Здесь вот, в районе свыше Сватова, пошли наступления, как бы, они хотят полностью, как бы, Луганскую область вот взять под контроль, как бы, за сколько тут времени. Тоже, чтобы полностью все было под контролем. Путин дал приказ. Но самое главное, ДНР, вот это, вот это сейчас задача. Кровь из носа, как хотите, но умрите там, но должна ДНР быть под контролем армии РФ, и все, Путину да, чтобы он там, все, мы победили, мы освободили, мы там герои, медали, ордена всем вручили. В общем, такая информация, в общем, вот. А как выглядит сама карта, вот она, как сейчас выглядит. Здесь практически все замерло, никаких продвижений. В СУ нечем наступать, танков пока не дали, авиации не дали, все обещания, обещания. Завтра, послезавтра, все это, центральная часть тоже, как бы, стоит вся колом, пока движений особых нет. Орехов, гуляй поле. Я говорю, все, все вот здесь, все брошено сюда. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok